В детстве нас часто путали между собой. Ну, конечно, мы этим пользовались. Дурили девчонок, озвучивали преподов на парах, играли в четыре руки на фортепиано, также ходили на пение, гитару. Однажды наш одноклассник показал нам пару звуков. Это был битбокс. Так всё и завертелось. Наши первые выступления уже начались с детских лагерей, когда нам было всего по 12. Это был первый кэш. Когда нам дали в руки полторы тысячи рублей, мы даже не знали, что с этим делать. Мы жили в Советске, в приграничном городке. Он находится рядом с Литвой. Тот город, где красивая немецкая архитектура, где плывут коробки с сигаретами через речку. Всё-таки Советск оставил свой отпечаток. Потом поступили в колледж и переехали в Калининград. С марта 2007 года у нас был бэнд из четырёх человек. Начали активно ездить по городам, также занимали призовые места на всероссийских конкурсах талантов. Был концерт даже с целым симфоническим оркестром. Спустя три года мы поняли с братом, что нам никто не нужен, кроме самих себя. Готовим три релиза. Первый альбом будет совсем скоро. Мы выбрали большой объём, сделали 17 треков. Мы стараемся, мы работаем каждый день. Мы пишем текста по 6-7 часов, не вылазая из дома. Я считаю, музыка — это большой инструмент, оружие, можно называть как хочешь. С помощью неё можно изменить мир, изменить сознание человека. Да вообще мы можем оказаться в любой стране. Это может быть даже Бразилия, не знаю, Африка какая-нибудь. Потому что в любой момент может поступить звонок нашему менеджеру. В любой момент нас могут пригласить куда угодно. Мы были в Европе, во всех странах практически. Это Берлин-стайл. Да. Чао, чао. Стрельнул видос Little Freestyle на Facebook. Он набрал 8 миллионов просмотров. Сразу после этого были выступления на крупнейшем в мире фестивале электронной музыки Rampage. Однажды нас пригласили в Германию. Мы выступали там на German Film Awards. Это немецкий Оскар. Мы озвучивали там ролик из тизера фильмов, но без звука. Мы должны были озвучить все действия героев и параллельно ещё сделать какой-то саундтрек. Это было самое сложное выступление. Оно длилось полторы минуты. И за эти полторы минуты мы должны были сделать очень много звуков и музыки. В настоящее время появилось новое хобби. Проект Sound Hunter. Мы собираем и охотимся за звуками, записывая их на профессиональный рекордер. Как правило, это повседневные звуки, которые нас окружают. Шум улицы, звуки природы, животных, быт. Стараемся извлекать что-то интересное, из чего бы можно было сделать уникальный трек. Музыка для нас-то всё. Мотивируемся с каждого комментария, подписчика, шуму аплодисментов и вообще независимого мнения. Когда ты выступаешь на сцене, ты отдаёшь всю энергию в зал и получаешь обратно вдвойне. Это и есть то, ради чего мы живём. То, чем будут гордиться наши родители и дети. Музыка для нас-то, ради чего мы живём. Заслужить признание миллионов не так просто. Каждый день мы работаем над собой, пишем альбом, разрабатываем новый концепт нашего шоу. Переехали в Москву, подписали контракт с лейблом Е1. Начался новый этап в нашей жизни. Мы, Твинс, это два брата, два сумасшедших брата. Мы можем просто поднять настроение каждому человеку. И это и есть то, ради чего мы живём. Это энергия, это муза, это... Вообще, я считаю, что мы Инь и Янь. Мы дополняем друг друга. Это помогает нам двигаться дальше. Мы смотрим и как будто бы конкурируем друг с другом. Мы две стихии, две энергии, два брата. Мы Мэтт Уинс. Мэтт Уинс. Мэтт Уинс. Мэтт Уинс. Мэтт Уинс. Мэтт Уинс. Мэтт Уинс.